А я целыми днями занимаюсь... ничем. Иногда поручения Ольге приходится выполнять, но в целом моим любимым ничем. И как, интересно? Всем привет! Вы на канале Дивплей, и мы будем продолжать проходить Виолетту. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео, а ещё подписаться на все мои соцсети, походу, Ютуб таки будут блокировать. Ссылки в описании. Погнали! Пригласишь дамы на танец? Аж приглашай давай. Виола! Разреши пригласить тебя на танец? Разрешаю. Протягивая мне руку, сказала Виола. Я подхватил её, и отойдя от Ольги, мы слились с толпой. Ты прости, что сегодня ничего не получилось. Вожатая со всем делами завалила. О чём ты? О нашем несостоявшемся свидании. Не без смущения выговорил я. И всё-таки мы провели немного времени вместе, будем считать, это оно и было. И продолжается до сих пор. Чуть слышно добавила девушка, как бы давая понять, что сейчас самое время замолкнуть и наслаждаться моментом. К моему удивлению, я всего не запомнил. Только ласковое спасибо за приятный вечер от неё. А потом она улыбнулась и ушла. И вот я уже в своей кровати. Кажется, она мне нравится. Но что-то не так. Масли перемешались в голове, и я никак не мог уснуть. Но через несколько минут усталость всё-таки взяла своё, и я заснул. Ты тут по ошибке. Ты сделал неверный выбор. Лагерю это не понравится. К большому удивлению, сегодня я проснулся самостоятельно без помощи Ольги Дмитриевны. Но, видимо, всё-таки проспал, так как соседняя кровать была аккуратно застелена. А самой вожатой в домике не было. В голове крутился только один вопрос. Сколько сейчас времени? Часы на тумбочке показывали 8.48. Можно сказать, что и не проспал вовсе. До завтрака ещё 12 минут, а на линейку я и так редко заглядываю. Полежу ещё 2 минуты, а потом сразу умываться. И заснул на полдня, да? В комнате раздался резкий скрип двери. Семён, спишь? Но почему именно сейчас? Ещё бы чуть-чуть. Нет. Уже нет. Тогда подъём. Мало того, что ты проспал линейку, так ещё и завтрак норовишься пропустить. Если бы я проспал завтрак, я бы себя не простил. А линейку, значит, можно? Я ничего не ответил, а лишь слегка улыбнулся. Ох, что же мне с тобой делать-то? Ладно, сейчас идёшь умываться, а потом жду в столовой. Всё понял? Так точно, гражданин начальник. Пробобнел я всё ещё сонным голосом. Ольга Дмитриевна, не могли бы вы выйти? Сказал я, всё ещё сидя под одеялом. Да чего это мне... Хорошо. Интересно, чё она хотела сказать? Быстро натянув шорты с рубашкой, которые висели на бульце кровати, я, выпрыгнув в выданную... Прыгнув в выданную обуви, выскочил на улицу. Завязывая галстук на ходу, я вышел к Ольге Дмитриевне, которая ждала меня возле пышного куста сирени. Когда я немного отошел от домика, вожатая, проводив меня взглядом, зашла обратно в жилище. Сделав несколько поворотов по тропинкам, я наконец-то вышел к умывальникам. Аккуратно расстегнув рубашку, я приступил к умыванию. Не сказать, что в это солнечное утро на улице стояла жара. Однако, холодная вода заставила меня содрогнуться с непривычки, хоть и прошло уже четыре дня. Но зато я почувствовал себя гораздо свежее. Через несколько минут с водными процедурами было покончено. Занеся мыльно-рыльные принадлежности в домик, я побежал в столовую. После попадания в лагерь, моя физическая подготовка ощущалась немного лучше, чем была в том мире. После пробежки, пусть и небольшой, ничего не болело, не хрустело, а дыхание было таким же ровным, как и пять минут назад. Это не могло не радовать. Когда я оказался внутри столовой, никого уже почти не осталось. Только пара человек заканчивала приём пищи, а несколько дежурных помогали поварам вытирать столы, собирать посуду и ровнять столы и стулья после неаккуратных пионеров. Ну где ты так долго? Я думала, ты уже где-то потерялся. Я попросила оставить пару порций для тебя и... В общем, иди бери свою порцию, а я буду ждать тебя на крыльце. Хорошо. Ладно, ответил я. Хотя подожди. Ты Лену сегодня ещё не видел? Её не было ни на линейке, ни на завтраке. Для неё это не свойственно. Нет, не встречал. Понятно. Выслушав Ольгу Дмитриевну, я подошёл к окну выдачи еды в поисках повара. Однако поблизости никого не оказалось, но откуда-то со стороны кухни были слышны голоса нескольких девушек. Я хотел позвать их, но вовремя заметил несколько стоящих тарелок и стаканов с, видимо, соком или компотом за углом окна. Что же, думаю, одна из них для меня. Тарелка творога, стакан вишневого сока и кусочек хлеба. Выглядит довольно аппетитно. Только усевшись за ближайший стол и с... Я услышал приближающиеся шаги. Кто-то тихо и очень аккуратно подходил ко мне со спины, будто боясь меня напугать. «Привет. Можно?» Спросила Лена, взглядом показывая на стул напротив меня. «Конечно. Присаживайся». Тебя Ольга Дмитриевна... Тебя Ольга Дмитриевна искала. Что-то случилось? Не беспокойся, я просто немного проспала. Знакомая ситуация. С небольшой улыбкой сказал я. Лена подняла взгляд и непонимающе уставилась на меня. «Я имею в виду, я тоже обычно сплю дольше положенного. Я опаздываю на утренние мероприятия». «А, ты об этом?» Понимающе ответила Лена и снова опустила взгляд в тарелку. «Важа-то я сказала, для тебя это редкость. Лично все в порядке». «Можешь мне рассказать, если хочешь». «Нет-нет, правда, у меня все в порядке». «Ощущение, что она все-таки что-то не договаривает, но не вытягивает же мне из нее клеща». «Нужно как-нибудь разрядить обстановку». «А чем ты обычно тут занимаешься?» «Рисую много, книжки читаю». «А ты что-то хотел?» «Да нет, просто интересуюсь». «А я целыми днями занимаюсь ничем». «Иногда поручения Ольги приходится выполнять, но в целом моим любимым ничем». «И как, интересно?» «Удивительно, на мне удалось вызвать улыбку у Лены». «Ты знаешь, довольно-таки неплохо». «Если интересно, можно продолжать». «На несколько секунд мы встретились взглядами, после чего Лена почему-то засмущалась и снова опустила голову». «Никогда еще не видел настолько красных щек». «Чей-то оно?» «За диалогом я даже не заметил, как содержимое тарелки оказалось в моем желудке». «И раз причин оставаться тут больше не было, можно было идти». «Ну, я пойду тогда, на сегодня еще планы есть». «Конечно, конечно!» «Спасибо, что составил компанию». Улыбкой ответила Лена. «До встречи». «Ага». Отнеся грязную посуду на мойку, я вышел на свежий воздух. Я вышел из столовой и в нос ударил свежий в утренний воздух. «Такой прохладный и приятный». Ольга сидела на скамейке рядом со входом. «Семен, у меня для тебя важное задание. Шурик и электроник снова у себя, поэтому кроме тебя больше некого попросить. Надо вернуть колонки в москлуб». «Ты же справишься?» С улыбкой спросила вожатая. «Я же хотел возразить, как она продолжила». «Я уже хотел возразить, как она продолжила». «Никакие отговорки не принимаются». «Это все равно должен был кто-то сделать». «А почему я?» «Попросите кого-нибудь из другого отряда». «Вот что называется, оказался не в то время, не в том месте». «Я с грустью вздохнул и отправился на площадь». Около памятника стояли несколько колонок. Диджейский стол и пульт, десяток коробок и пара мотков каких-то проводов. А рядом со всем этим что-то бурно обсуждали две пионерки. «Подойдя ближе, я узнал в них Алису и Мику». «Что делаете?» С иронией спросил я. «Думаем, как потратить минимум усилий для того, чтобы отторопанить вот это все в музыкальный кружок». «Где бы нам найти помощника?» «Семочка, неудобно просить, конечно, но не мог бы ты нам помочь?» «Они очень тяжелые, мы все не утащим». «Да куда ему?» «Я здесь как раз за этим». «Меня Ольга Дмитриевна прислала». «Тебя-то?» «Ну ж нет, мы лучше сами». «Будем считать, я этого не услышал». «Мы возьмем провода и остальную мелочь. А ты колонки». Как мне уже посчастливилось выяснить, лагерь немного улучшил мою физическую форму. «Благодаря этому...» «Благодаря этому особых проблем с колонками не возникло». «По крайней мере с первой». «Девочки шли впереди, а я позади». «Поскольку мне пришлось завалить колонку на спину и немного согнуться, смотреть прямо перед собой было не очень удобно». «Через несколько минут перед нами появилось деревянное здание с панорамным окном». «Открывайте дверь!» «Уже с одышкой проговорил я». «Кое-как занеся нож в узкий проем, я быстро скинул ее у фортепиано». «Ой, тут котика». «Мяу». «Вы не против, если я тут немного посижу?» «Конечно не против, отдыхай!» «Немного передохнув и понаблюдав, как девочки растаскивают мелочь по кружку, я снова отправился на площадь». «Так прошло какое-то время, пока я бегал с кружка до площади и тащился обратно с грузом на спине». «Через пару минут я снова оказался в самом сердце лагеря». «Убедившись, что на площади не осталось ничего лишнего, я с облегчением выдохнул и решил напомнить девочкам про предстоящий обед». «Задание выполнено! Можем выдвигаться за заслуженной наградой!» «Спасибо тебе большое!» «Семыч!» «Ты же знаешь, что у нас сегодня вечером поход, да?» «Да, помню, ваше-то что-то такое говорило». «Если хочешь, можешь с нами остаться, мы сейчас будем играть. Будешь нашим слушателем?» «Не откажусь». «Устроившись поудобнее, я стал ждать девочек, которые принялись подготавливать инструменты». «Так что играть будете?» «Уже есть варианты». «Да, выбрали пару композиций, которые нам понравились больше остальных». «В таком случае, внимательно вас слушаю». «Алиса ударила по струнам из комбоусилителя...» «Блядь, усилителя». «Из комбоусилителя раздался звук». «Даже не знаю, что выбрать». «Как по мне, они все очень хороши». «Ну вот, мы думали, хоть ты нам поможешь». «В таком случае, предлагаю вот что. Сыграем первые две. Думаю, их хватит». «Почему только две? А для чего мы другие учили?» «Потому что Ольга обязательно что-нибудь придумает. На музыку будет не так много времени, как она обещает». «Ну, раз уж они неплохо звучат, наверное, можно и так сделать. Остается только немного их отрепетировать». «Но, видимо, уже после обеда. С минуты на минуту протрубит горн». «Идем или вы задержитесь?» «Нет, можем идти. Не хочется пропускать обед». «А у тебя какие планы на вечер?» «Да никаких». «Совсем? Ну, так уж получилось». «Значит, будешь выполнять поручения Ольге». «Палатки расставлять или с костром возиться». «А есть ли еще свободные места в помощь кому-нибудь, кроме Ольги Дмитриевны?» «Наверное, нет. Она всех уже распределила». «Хотя можешь спросить ее сейчас». «Так, обсуждая предстоящий вечер, мы дошли до столовой». «Сегодня на пороге столовой было, на удивление, немноголюдно». «Я так понимаю, мы одни из первых, но совсем скоро здесь будет огромная толпа голодных пионеров». «Идем». «Как я и думал, внутри было еще пусто, и только Ольга Дмитриевна стояла на входе». «Потом спрошу». «Как только мы взяли наши порции, с улицы послышался горн». «Очень вовремя мы пришли, и сейчас бы толкучка была». «Идем». «Усевшись за один из столиков, я принялся рассматривать сегодняшний обед». «Тарелка, супа, гречка с мясом, ломтик черного хлеба и стакан, на удивление, все еще теплого чая». «Мда». «Столовая не бличет креативностью, каждый день одно и то же». «Еду сюда привозят раз в неделю, поэтому вот так и получается, не будут же они сюда везти целую гору разной еды». «В принципе, логично». «Дальше обед прошел как обычно». «Мы болтали обо всем и ни о чем». «Тем в основном все же говорил о Мику, а мы с Алисой больше слушали». «Закончив трапезу, я встал из-за стола и, попрощавшись с девочками, был готов покинуть столовую». «Немного поразмыслив над тем, чем буду заниматься до общих сборов на площади, я решил не менять плановое, отправиться в тихое, спокойное место, чтобы немного отдохнуть». «Э, библиотека». «А чё не в медпункт-то?» «Дойдя до строения, я заглянул в окно и, убедившись, что там пусто, зашел внутрь». «Добрый день!» «Ответа не последовало». «Где ж библиотека?» «Пройдя немного вглубь и всё так же не найдя ни души, я решил, что самостоятельно справлюсь с поиском книги». «Кто тут лазает?» «Раздался строгий голос». «А кто спрашивает?» «Оно не поясничать мне тут». «Что-то и в мыслях не было. Я Семён. Хотел взять что-нибудь почитать на время обеда, пока жара не спадёт». «Иди выбирай. Как определишься, подойдёшь ко мне, запишу её на тебя. Или ты не будешь брать». «Вообще не собирался, думал тут почитать». «Значит, почитаешь и поставишь на место». «Столиков тут предостаточно. Садись где хочешь. Только не мешай мне». «Понял. А что ты будешь делать?» «Спать». «Обродив некоторое время между рядами, я остановил свой выбор за... на нескольких книгах. Но взять надо одну. Кто тебя предал? Приятного мне чтения». «Даже не знаю, как можно... что можно сказать об этой книге». «Книга в целом в уни... блять, что?» «О униатской церкви и религии. А поскольку я атеист, мне тяжело понять, какие эмоции я испытываю после прочтения». «Ну, как после фантастики». «Поэтому я просто вернул чтиво на своё место и отправился обратно к Жене». «Она сидела за тем самым столом у главного входа и дремала. Вернее сказать, лежала на столе». «Жень, ты в поход идёшь?» «Да, ты иди, я догоню». «Судя по часам на стене, уже пора идти на площадь». «Что же...» «Если Женя не хочет, не буду её уговаривать». «Солнце понемногу садилось, и лагерь стал затихать». «Младшие отряды сидели по домикам и не носились по лагерю». «А вот с площади криков было много. Там же сейчас, как-никак, несколько старших отрядов вместе собрались». «Что же, отправляемся туда». «К моему удивлению, никто больше не спешил сюда вместе со мной». «Видимо, все так хотят в поход, что никто не опоздал». «Семён, ну где ты ходишь?» «А вы только меня одного ждёте?» «А вот одного или нет, узнаем уже в следующий раз». На этом будем заканчивать, так что всем спасибо за просмотр и всем пока. «Вернись ко мне, моя мечта, из уголков, пустой вселенной. Верни мне жизнь и согревай. Освободи меня из плена».